Это новое решение инфокуса, интерактивная видеостена, которая может быть масштабируема от одного экрана до 106 экранов. Один из режимов, который мы сейчас показываем, это Digital Workspace или Collaboration Space, зона для сотрудничества. В этом режиме мы можем вводить несколько разных типов изображений, физических источников, типа видеокамеры. В данном случае у нас Logitech Meetup Camera 4K, в этом случае у нас Apple TV, либо обычный десктоп от Windows системы, это Windows PC. То есть в этом случае мы можем использовать их в интерактивном режиме, то есть с видеостены непосредственно управлять этими системами. Для этого нам нужно просто-напросто скрепить этот объект к рабочей поверхности, и оно у нас начинает работать в режиме прямой манипуляции. В данном случае у нас с браузером, то есть полноценный доступ ко всем программам, таким же образом, как и при помощи клавиатуры, либо мыши, но она просто тут сейчас не нужна. Преимущество этой системы в том, что здесь можно и непосредственно поверх этих объектов рисовать, обозначать какие-то зоны, то есть выделять какие-то объекты. Все это можно записывать в сессии. Что мы можем сделать с Apple TV? Можем его показать на проектор, то есть прямо с видеостены мы можем его вводить на проецирование. Можем к нему подключиться к телефону, то есть это проецировать изображение с телефона. Фактически на этом управление заканчивается, потому что все это можно делать непосредственно с этих устройств. У Apple TV нет интерфейса для управления удаленным, поэтому мы можем управлять устройствами удаленно только тогда, они предоставляют к этому интерфейс. Что характерно для этой системы, это все, что происходит на этой панели, можно транслировать всех доступов, кто подключен к этому. То есть в личных браузерах, если, к примеру, у тебя есть доступ к этой системе в виде какого-то URL, в виде какой-то ссылки, ты можешь просто-напросто получать доступ к управлению к этому и удаленно это все наблюдать, что происходит, и также участвовать здесь тоже интерактивно с этими объектами. Это как конференц-зал для сотрудничества, обсуждения каких-то проектов, бюджетов, архитектурного дизайна. То есть биотехнологические компании у нас покупают это для того, чтобы там формулы обсуждать, все это визуализировать, тут же это все делается удаленно. Второй режим, в котором оно работает, это можно запрограммировать эти панели на то, чтобы они вообще воспринимали вход извне. То есть можно с этим интерактировать рукой, так же, как и какими-то физическими объектами, которые запрограммированы. То есть один из вариантов, который можно показать здесь, это распознавание форм. То есть эти все экраны, они видят нас. И они имеют позади модуль, который анализирует все, что происходит перед экраном. И если оно узнает то, что мы в него запрограммировали, то есть если видишь руку, делай то-то. Если видишь там какой-то телефон или еще что-то, делай следующее действие и так далее. То есть можно идентифицировать людей по руке, по различной комбинации пальцев. Эти дисплеи способны опознавать до нескольких тысяч прикосновений к ним одновременно. В отличие от двухмерных экранов, которые Capacity Touch, либо инфракрасный RAM, это трехмерные. Потому что они работают как по X, C, Y, так еще и Z. То есть они могут воспринимать примерно до сих пор. Чем ближе к экрану, тем больше точность. Я могу не прикасаться к этому ничему абсолютно, то есть манипулировать этим изображением. То есть он чувствует тебя сквозь это стекло. Если вы потрогаете, он немножко теплый. Вот это вот тепло, вот оно чувствует именно тепло человека. Либо какие-то формы, которые отражают термическое излучение. Второй режим, это у нас будет демонстрационный режим, где мы можем просто запрограммировать какие-то объекты, которые у нас плавают по экрану. И задать им, этим объектам, какие-либо свойства. То есть в этом случае у нас мы прикрепили к бренду InFocus, прикрепили несколько информационных роликов, так же, как и информационных брошюр. И с ними мы можем интерактировать непосредственно вживую. Всем этим очень легко управлять. Все очень интуитивно. Один из примеров, который я могу показать, это как этот экран может воспринимать физический объект в виде этой карточки. Мы запрограммировали, что эта карточка, на эту карточку, она просто-напросто будет открывать визитную картинку нашего вице-президента. Эта карточка обычная, она визуальная, она отражает инфракрасное изображение. До 4000 комбинаций можно в таком случае... Он узнает рисунок фактически. Но это даже не обязательно, потому что это просто-напросто легко распознается. То есть мы поэтому эти карточки сделали. На руку, к примеру, оно реагирует немножко по-другому. Я при помощи руки вывел вот эту картину на экран. И здесь мы тоже можем посмотреть видео какое-либо или открыть документ. Все это в интуитивном виде пролистать, если оно нам нужно. В отличие от большинства технологий, которые представлены на рынке сегодня, это добавляет третью проекцию для интерактивного использования этих систем.